В городском краеведческом музее открылась выставка Харбей прошлой и настоящей полярно-уральской геологии, посвященной истории первого промышленного предприятия Ямала. Первые посетители увидели находки, привезенные из экспедиций и экспонаты, созданные сотрудниками музея. Подробности в репортаже Анастасии Шаховцовой. Открытие выставки началось театрализованным партийным собранием по вопросам разведки Харбейского месторождения. Отчитывались и докладывали геологи, горники и представители рабочих. А к заявлению товарища Абанасева хочу добавить, что рабочие живут в крайне тяжелых бытовых условиях. Постелей нет, спецодежды не хватает. Эта сценка была посвящена временам ГУЛАГа, ведь именно тогда велась разработка Харбейского месторождения. Гости после выступления прошли в малый выставочный зал. Руководитель проекта рассказала об экспонатах. Все предметы найдены в экспедициях, участвовали в которых сотрудники музея. Всего было три экспедиции в 2014, 2016 и 2020 годах. Как отметила Ингрид Сафронова, это была сложная работа. Одна из самых сложных технических выставок, потому что наша штольня, это была, наверное, самая большая работа. То есть буквально неделю целую именно она заняла. Но теперь в ней буквально жить можно. Там все очень крепко, очень здорово. Это наш главный хранитель Сергей Павлович Козлов сделал ее, полностью оформил, полностью разработал. В общем, у нас очень активно работал над этим весь коллектив. И закончили мы вовремя, как раз сегодня утром все последние штришки, и вот мы открыты. Харбийская фабрика создана для того, чтобы добывать молибденовую руду. На выставке представлены настоящие образцы камня. Геологи, отдавшие десятилетия поиску металла, тоже были на открытии. Рассказали о работе на месторождениях и с удовольствием смотрели на экспонаты. Такой труд-то огромный вложили, чтобы организовать эту экспозицию, выставку. И подробно показать, как проходили вот эти заседания, планерки. Ну это вообще молодцы. Тут огромная работа произведена. У гостей была уникальная возможность побывать в поселке Харбей, надев очки виртуальной реальности. Я вообще даже в кинотеатрах не ходил, в таких книгах. Вот говорят там 3D, 5D какие-то, без понятия. А сейчас вот только понял, крутишь и видишь своими, как будто я сверху, как орел. Смотрю и вижу. Благодаря сотрудникам музея и виртуальным очкам мы смогли погрузиться в настоящий мир Харбейского месторождения. Анастасия Шиховцова, Сергей Антропов. Программа «Время местное». Анастасия Шиховцова, Сергей Антропов.